Спонсор выпуска сервер Идеалраст, на котором вас ожидают группы не более трёх человек, рейты x2 днём, x3 ночью, квесты и хороший лут на РТ, где вы найдёте много компонентов. IP ссылка в описании под видео. Всем привет! С вами В16 и сегодня я выживаю на четвёртом зарасте группы не более двух человек. В этом видео нас ждут соло-командные приключения, бомжевание, собирание консервных банок и тому подобное. И да, я играю с Лавандозом, которого почему-то многие считают читером. Я знаю, знаю про эту легенду, знаю про видео, но ребят, чтобы просто разведить все сомнения, он сливается так же, как и все. Да, у него бывают нормальные моменты, когда он кого-нибудь разносит, но его тоже убивают. Всё время, сколько я с ним играю, я ни разу не заметил каких-нибудь странных моментов. Обычный, хороший игрок. Я надеюсь, вы больше не будете писать гадости, мол, ты играешь с читаком. Нет, ребятки, я играю не с читаком. Ну что же, поехали смотреть видео. Зашёл на сервер, искал место для постройки. И всё-таки решил построить вокруг печки. Печка не моя, кто-то пытался, наверное, застроить, но не успел. Я её застроил, давно у меня не было печек. И теперь продумаю, как сделать подъём на второй этаж. Скорее всего, банально, через лестницу. То есть поставлю лесенку, сломаю один треугольник, и будет туда подъём. Пока что только один слой треугольников. Это мало, это очень мало. Обложу печку, замурую, и будет отлично. Пока что такой вот бичманский домик. А вы только посмотрите на эти листья. Гляньте, они так классно переливаются на расстоянии. Я что-то раньше не замечал этого. Серьёзно, гляньте, красиво как. Вау. Так, судя по всему, я не первый, да? А нет, что-то есть, давайте посмотрим. Ну, мелочь, конечно, но приятно. Мясо, например, я пожарю. А что у товарища, я ещё не посмотрел. Локки. Нельзя взять так просто и пройти мимо спящей кепки. А что за дверью, интересно? Опа, ребятки. Мягкая стеночка. Я продолблю. Я продолблю, реально. Тут кирки уже есть, немножко добра. Отличный домик. Вот так вот дерево, которое выросло рандомно, помогло мне забраться в этот дом. Да, это смешно мне, а ему точно не смешно. Надеюсь, какой-то лук здесь есть. Так, мне надо ещё кирок будет взять. Ну что же, приступаем. Надо бы, конечно, по-моему ещё и дерево-то спилить. Топором спилить, срубить. Ну что-то я думаю, а вдруг чего-то мне нам не хватит. И опачки. Потому что я надеюсь, что за этой стенкой шкаф я смогу заремонтировать оставшуюся часть. Хотя там, мне кажется, уже ничего нет. Поэтому, как бы, вот это весь лут основной. Но всё равно. Давайте попробуем. Долбление стенки подходит к финальной стадии. Наконец-то. Что же за этой стеной? Давай, давай, ломайся. И мы посмотрим. Зараза. Немножко не хватило. Ну ничего страшного. Вот он, шкаф. Тайников нету? Или тайников нету? Грустненько. Эх, ну ладно. И такое бывает. Вот, я не знаю, спальник я ему вынес. Может, я его вынести или оставить так. Хотя, не, я знаю, что я сделаю. Я просто полностью... Забыл его. Полностью заремовлю домик, наверное. Тебе оставлять его не очень выгодно. А заремовит самое то. Ещё, может, резв поимею. Получается, с рейда, если это можно так назвать, я принёс 130 дерева и 3800 камня. Учитывая, сколько я потратил на кирки. Не очень. Провал. Обошёл вокруг вот это сооружение. Нашёл такое интересное дерево. О! Почти вплотную растёт. Но, к сожалению, расстояние такое, что я не могу запрыгнуть. С маленьким домиком зашло на ура, потому что там он чуть-чуть в сторонку рос. И было бы место, чтобы запрыгнуть. И здесь же, к сожалению, с подсадки бы я, может быть, залез. Но пока подсадки у меня нету. Соответственно, только смотреть и грустить. Ничего более. Вы чё такие злые все? Я не пойму, ребята. Уже и пофармить не дают спокойно. Где там второй был? Это да. Я уже зазевался на спокойненький. Думаю, ща я пофармлю тут. О, мне уже, кстати, дерево подкатили. Нормально. Это я тоже, пожалуй, возьму. Так, мой манс вечно куда-то меня уводит. Зря я сейчас факел. Так. Ой-ой-ой, опасно. А я убью, сейчас меня убьют. Кепка, кепка. Я же просто хотел пофармить, вот честно. Я просто хотел пофармить. Я никого не хотел убивать. Понабежали. Слушайте, ребята, я смотрю, вы... Тише, ша себе. Кепки, а вы что-то это? Это скушаю. Это скушаю. Это одену. Это просто так. Кепки, вы реально какие-то странные. Вы что-то жесткие. Так, значит, один убежал. Одного забрал. Я ник не успел прочитать. Фруктик и товарищ Лейкбери Владос. Интересно. Значит, второй, что убежал, решил вернуться и попытаться меня кто-то убить. Говорите, что мой дом взрывает, да. Дом это того. А нет, что-то рядом бахают. Ну и хорошо. Нет, семки жарить мы не будем. Плавилка не для этих целей. Хотя что, давайте семки пожарим. Почему нет? Пусть это добро сюда. Пусть оно перегорает. Тут нормалек так. Так, вот разделим все это добро. Семки все-таки нет, не будем жарить. Пользуясь случаем, покажок я поставил в сундуки. Изначально я думал, что прикольно, да. То есть вот так ставим сундук, еще кудлок на него. Если его ломают, все падает в буферку. Да, вроде бы это классно. Вот еще один. И тут сундучки такие. Но есть один минус. Или плюс. Если вас будут рейдить, а у меня дверь находится вот здесь. И сплэш разойдется вверх. А он разойдется, потому что это второй этаж. Сундуки осыпятся, стенки останутся целыми, потолки останутся целыми, и лут просто пропадет. Это хорошо для меня, когда меня рейдят. Но резко, конечно, будет жалко. Получится, рейдер начинают рейдить, они бабахают, и просто ломают сундуки сами, то есть сами о том не ведая. Прикольная штука. Так что, ребята, возьмите на вооружение, если у вас небольшой домик, и вам как бы жалко отдавать лут, просто запихните лутовую над дверьми. Ребята будут бахать. Домик у меня весь из треугольников. Они будут бахать и просто сломают ваши сундуки. Все. Профит. Они ничего не получат. Потому что пока они дойдут сюда, они же не будут знать, что там лут. Все и пропадет. О, 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 какой-то опасный. У вас тут много. Офигеть. Вот так вот. Опа. А это неспроста работает. О, на этом смотри. Стоит. Нет. Стой. Ты на них скачка? Стреляй. Он вообще нулевый. Пойдем дожимать. Че-то я как-то это подпромазал. Убегает дальше? Да. Два раза по ним попал. Че-то как-то да. Да ё-моё. Почему мне сначала должны в щи дать жестко, а потом я кому-нибудь смогу завалить? Вот так прикрывай. У него болтовка. И где? Знаешь, пальба прекратилась. Может, он его уронил? Хотя надписи не было, что его убили. Ну да. Оп. Аккуратно. Че? Да нет, показал. А, вон. С дома. С дома стрелял. Уходи. Манси. Все. Можешь ходить. Ой, есть справа-всправа. Башку ему дал. Да, я упал. Убил. Отлично. Меня сильно не спеши поднимать. Живой валяюсь. Двадцать-мой уровень. Как все вообще атмосферненько. Просто упали такой. Вот тебе двадцать-седьмой, только вставай. Только вставай. Стреляют. Лазер приносит. Один по домам, один на доме. Могу на доме попробовать убить. Заряди по нему просто. Они правда поймут, что мы тут сразу. Не вижу никого. Вижу на доме. Заряжай, потому что. Все, вниз спустился. Убил его. Да елы-палы. Он лежит. Ты жесткий, ты жесткий. Аккуратно. Стоп, где-то еще. Точно могу сказать, что еще в доме один. Фуловый. По лестнице забрюнял. Вон, вон, вон. Убил. Ух, как кто-то хорошо хранит рез, я смотрю. Обратно. Елы-палы. Лавандос. Ты посмотри в этот сундук. Вот сюда. Просто до изи брони. И мясо жареного. Не, я все понимаю, конечно. Но кому-то не нужно, а я заберу, пожалуй. Слушай, реально просто... Да, несколько сетов. Ну, что здесь больше нету? О, просто там все. Ой, флэчер. Жестокое. Думаю, ничего там интересного не найдешь. Разрабы, вместо того, чтобы добавить мобов, пытаются за... Стоп? Дроп? Надеюсь, не пустой. Ух, она ночью упала, а лутать никто не захотел. Давай, подсчитаем. Опа-на. Опа-на. Сишечка. Пойдем обратно. Ага, нормально. Да, Сишка. Стоим ВК. Патрики. Пончо. Главное, это Пончо. Правый. Кипарь-кипарь, лянька опасный. Ты смотри, не стреляй. Подожди, он опасен. Руки вверх. Че? Руки вверх, говорит. О, ты опасен. Слушай, да, давай. Я, случайно, ремо включил со спуга. Ну, давай. Ну, давай. И так Что мы подняли Топ маски Сломанная топ броня Тилты, штаны, ботинки Хороший улов, учитывая Сколько мы потеряли, потеряли мы несколько патронов На пэшку, отлично Главное такое молчание Потому что я не всегда могу рассуждать Когда концентрируюсь на чем-то В данном случае примерно так и было Думаю, надо попробовать вернуться Если меня убьют, я уже окупился с лихвой Болтовка есть Песиков даже по мелочи У вас и получается было следующее Я услышал взрывы, я был без ничего Побежал домой взять оружие, вернулся А он уже застроился Смотрю, бегут еще двое Может они меня не увидели Может поняли, что я убегаю Я все это вокруг обошел Слышу выстрелы Убили, как я понял, рейдера Потому что рейдер убил кепку Соответственно Один из этих двух остался И пошел фармить дерево Получается как-то так Ну это если я правильно все воспроизвел Куда второй пропал, я не понял ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Отличная стрельба. Действительно отлично. Так, окей, он поджег дверь и куда он исчез, испарился. Ну, хотя бы огнемет получил. Уже хорошо. Ай-яй! Вот это, ребята, очень опасно так делать. Кто-то скатился-то. Собственно, аптечки нужны. Одежда. Аберданку? Черт с ней. Без нее будем. Все, теперь делаем ноги. Как раз рассвет. Вечно все не вовремя. Вот это доставочная кепа. Вот он что так сражался энергетично. У него тут нормально, добра было. Неплохо, так я бы сказал. Очень неплохо. Вот бутчик. Здесь надо аккуратно. Не нравится им эти крыши. Я помню, когда ты такую ловушку делал. Давно дело было, но мало ли еще работает. Я не стреляю, не стреляю, не стреляю, не стреляю. Кепка, кепка, не бывает. Что, реально? Настоящий Б-16? Да подними. Нет, кепка, может быть, чуть-чуть. А ну, сколько еще нет. За мной залуд бежал. И внезапно кепка появляется. Не думаю, что это странно. Нет вы, товарищи? Нифига, все реально Б-16. Купочки. Что у нас тут? Нормально. Портовый парнишка. Спасибо. А, это некуда. Я все заберу. Спасибо. Так, 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 а где второй? Или стоп? А, понятно. Ничего хорошего нет, ладно. Уходим отсюда. Зато патрончики есть. Хоть немножко, но полезно. Стоп, стоп. Вот. Вот, 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 да. Вот такого надо опасаться, ребят. Вау, 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 парнишка. Вот этот опасен был, да. Патроны. Слушайте, он прям заряженный. Чего бы выбросить? Броню деревянную выброшу. Ревик выброшу. Винты мне пригодятся. Одежку взять надо. Порох оставим. Ладно, там, по мелочи оставили. Все, надо сюда отходить потихонечку. Подведем краткие итоги. Система уровней вот-вот уйдет в небытие. По этому поводу давайте в этом видео напишем, чем она вам запомнилась. Потому что с ней мы играли достаточно долго. Хотя, не дольше, чем с чертежами. Теперь же на смену приходит система компонентов. Что от нее ждать, пока неизвестно. Но скоро мы узнаем. Это последнее видео на системе уровней. Следующее видео будет уже записываться системой компонентов. Давайте бегло осмотрим мой чудо-дом. И завершим. Так, по-моему, мои банки уже переплавились. Вот. Итак, это мой дом из треугольников. Тут только треугольники. Печка обстроена просто треугольничками. Все просто. Особая зона для отстрела. Она не очень удобная. Но, в принципе, хватает. То есть, укрыться есть, где стрелять есть откуда. Соседи злые. Все как полагается. Так, давайте еще вниз спустимся. Посмотрим. Вот у меня турелька стоит. Кастрик. Спальник, кровать, стол. Видите, как все уютно. Это почти как студия. Ящики, которые я уже демонстрировал. И двери. На более дорогие двери мне просто жалко было ресурсов. Соответственно, стоят металлические. На этом все, ребятки. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. И удачи. Да пребудет с нами система уровней.